Рыбакит папа рисует Привет, я Ваня. Сегодня я хочу нарисовать карамельку. Это кошечка, очень симпатичная. Рисуй со мной и сегодня я буду рисовать гуашевыми красками. Так что хватай кисточку, лист бумаги и начинаем рисовать. Что мы возьмем? Оранжевый цвет. Возьмем оранжевый цвет и начнем рисовать карамельку. Для начала я нарисую круг. Примерно вот тут. Такой большой круг. Это будет голова. Я взял оранжевый цвет и рисую круг. Вот так вот я рисую и размазываю. Очень сочный цвет. Мне очень нравится рисовать именно гуашью. Потому что получаются очень яркие рисунки и можно размазывать. Видишь как я размазываю? Размазываю. Я взял оранжевого, его много. И теперь я сразу же, когда нарисовал оранжевым цветом, голову. Это голова. Теперь я нарисую сразу же ухо. Одно ухо. Это правое ухо справа. И ухо слева нарисую тоже. И они такие острые у карамельки. Острые ушки. И смотри, у нас получилась карамелька очень-очень яркая, оранжевая. А в жизни она, в мультике, она не такая оранжевая. Из-за этого я возьму немножко белого. И размажу сверху оранжевую белым. Не буду смешивать это в палитре или еще где-то. Я сразу буду смешивать на листе. Я сразу все закрашу бело-оранжевым. Оранжевым. И получится, что у меня не такая уж и темная и красная карамелька. Она такая сочная, да? Сочная. Теперь мы смоем кисточку очень тщательно. Потому что мы возьмем красный цвет. Следующий. Берем красный цвет. И берем его сразу побольше. Потому что красный цвет нам пригодится. А для чего? Для платьицы карамельки. Вот здесь мы нарисуем такую треугольную платьицу. Трапеция, да, такая вот. Она немножко расходится в стороны. Вот такой платьица. И размажем его. Вот так размажем. Оно красное, яркое, сочное. Оно почти как у свинки Бэйп. Мне оно нравится тоже. Я его так и оставлю. А красный я смывать не буду. Я сразу же нарисую такой бантик. Я знаю, у нашей карамельки из мультика «Три кота» есть такой бантик. И мы сразу его нарисуем. Вот такой. Это такие два треугольничка. В разные стороны расходятся. А посередине такой квадратик. И вот так вот получается здорово. Теперь мы красный цвет смываем. Красную краску. Смываем. И очень тщательно. Чтобы чистая-чистая кисточка у нас была. Смотри. Вот теперь она чистая. Мы вытрем ее тряпочкой. Она сухая, готова к работе. А дальше мы будем рисовать опять оранжевым. Может быть. Давай сначала нарисуем оранжевым хвостик. Потому что оранжевый светлый цвет. И можно сразу нарисовать хвостик. Вот здесь. Вот так. Хвостик. Получился очень хорошо. Можно немножечко добавить белил. Отлично. Получился хвостик. Хвостик мы быстренько нарисовали. Не забудь нарисовать хвостик. Потому что как это так? Карамелька без хвостика. Опять смываем кисточку. Кисточку приходится смывать каждый раз. Чтобы она была чистая и готовая. И вытирать по возможности. Теперь мы берем коричневый. Коричневый достанем. Коричневый у нас очень такой важный цвет. Почему? Потому что мы будем коричневым много что рисовать. Мы будем ножки сначала. Сначала ручки нарисуем. Вот так. Ручку одну. Нарисуем ручку в сторону. Вторую ручку в сторону нарисуем. Так. Две ручки нарисованы. Теперь мы нарисуем вот так вот. И вот так вот. Получится пальчики. В мультике так и нарисовано. Вот так. Их очень легко рисовать. Теперь мы нарисуем ножки. Ножку одну, ножку другую. Нарисовал? Если ты не успеваешь, то ставь на паузу. А когда догонишь, то нажимай дальше. И сразу я нарисую ступни. Вот так вот. Все. Мы нарисовали почти все, кроме важного. Мы нарисуем ушки коричневые. Вот так вот. Треугольнички. Нарисуем вот такие вот полосочки. Слева и справа по три мазочка. Нарисуем вот такие полосочки на хвосте. Тут сколько влезет? Четыре или три. Все будет хорошо. А теперь важное дело. Наша голова подсохла. И мы теперь хотим раскрасить, нарисовать лицо. А лицо надо нарисовать очень-очень тщательно. Смотри. Мы берем белый цвет, макаем. Возьмем так потолще. Вот так вот. Такой кусочек прям гуаши. И теперь нам нужно сверху нарисовать два круглых глаза. Два круглых глаза. Чтобы они не были размазаны, а были большие, красивые. Как у нашей карамельки в мультике. Вот так мы рисуем эти глаза. Таким толстым слоем белил. Отлично. Мне кажется, достаточно большие глаза прям у меня получились. Мне это нравится. Очень мне нравится. Здесь можно, вот если у нас уже есть белый, мы можем здесь нарисовать несколько бликов. Это будет красиво. Белый можно смывать. Больше он нам не понадобится. Теперь нам понадобится тонкая кисточка. И эту кисточку мы тщательно помоем, высушим и положим. А возьмем тоненькую кисточку. Почему? Потому что сейчас мы будем рисовать носик черным цветом. И много чего еще будем рисовать черным цветом. Так что готовься. Смотри. Начнем с носика. Нарисуем носик. Вот так. Вот так. И стараемся не размазывать, а рисовать так. Чтобы тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп. Чтобы носик не был размазанный, а был ровненький, аккуратненький. Теперь мы рисуем ротик. Раз. Тоненькой кисточкой здесь нужно постараться и быть аккуратней. Чтобы не залезть никуда. Теперь мы будем рисовать усы. Давай нарисуем усы. Смотри. Усы. Раз. Два. Три. Три уса. Раз. Два. Три. Три усика. А теперь будем рисовать реснички. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Вау. Как красиво, скажешь ты. Да, красиво. Но давай закончим и нарисуем глазки. И вот здесь нужно очень аккуратно быть. Чтобы глазки были четкие. Чтобы их было очень хорошо видно. Вот так. Отлично. И у нас получилось. Ребята, это было просто. Мы моем кисточку. И я хочу немножко добавить. Так что, так как получилась такая красивая картина. Мне она так нравится. И я возьму самую яркую краску. И самую любимую мою. Это зеленая краска. И я хочу нарисовать немножечко травки моей карамельки. Чтобы мой рисунок был более законченным. Потому что если она просто висит в воздухе, это не так красиво. А когда я рисую травку, ей сразу становится жизнерадостно. Мне очень нравится рисовать травку и карамельку тоже, конечно. Смотри. Вот мы нарисовали несколько мазочков. И сразу как красиво стало, когда мы добавили зеленый цвет. О, мне очень нравится рисовать гуашью. Ребята, если вам это тоже нравится, то рисуйте свои работы. Присылайте в инстаграм. Рыбакит папа рисует. Легко найти и прислать свои работы. То, что получилось у вас гуашью. Я вам поставлю огромный толстый гуашевый лайк и похвалю обязательно. Передайте привет родителям. Рисуйте, радуйтесь и всего хорошего. Пока-пока.